Доброе утро! Как дорога? Как добрались? Прекрасно добрались. Ну я знаю, что Астракань, она вмешалась тогда в ваш гастрольный график, который был логически выстроен. Как так произошло? Ну произошло из-за того, что в Казани проводился международный конкурс и как раз это окно было занято, когда мы должны были быть в Казани и в набережных Челмах. Тогда поставили вопрос поехать в Астрахань и в Саратов. Мы дали согласие дополнительно. Ну получается, что это дело случая. Счастливой звездой Астракана родилась. Как говорится, нам очень повезло. Я считаю, что мы увидим такие замечательные представления. Второй раз вы уже у нас в городе выступаете. В 2018 году были перед этим. Чем в этот раз будете удивлять зрителя? Расскажите. Ну это отыщенная ночью «Малыш Карцем» два балета. Мы любим астраханскую публику, знаем ее вкусы, традиции. Мы полюбили этот город, набережную Волги. То есть мы с большим вдохновением сюда приехали и с большой любовью привезли свои лучшие спектакли. Так что приходите сегодня вечером на наши спектакли. Очень ждем вас. Ну вы не только, как говорится, на спектакле, но еще и хорошую погоду. У нас оттепель буквально наступила с вашим приездом. На самом деле, действительно, у нас до этого были такие уже морозы. Наклевывалась зима в прямом смысле этого слова. И вот, пожалуйста, Донбасс к нам приехал. Да, и оттепель наступила, Саша. Ну вот вы привезли к нам две постановки. Расскажите, чем они будут интересны астраханцам? Ну, «Малыш Карцем» это тот малыш, который из серой жизни сделал сказку. И это будет интересно и для маленького зрителя, и для взрослого. Плюс это новый балет, современный балет. И он может даже совершенно не детский. А «Тысяча одна ночь» – вот главный исполнитель партии. «Тысяча одна ночь» – да, это у нас уже спектакль для более, наверное, взрослого зрителя. Такой восточный, очень яркий. Его любят в разных абсолютно городах. Мы с ним гастролировали, по-моему, даже в Катар. И, соответственно, привезли вам тоже показать и порадовать вас. Вот. И очень рады тому, что, да, для нас это большой такой трюк из Оренбурга в Астрахань, а потом обратно в Ульяновск. Вот. Ну, и увидеть вот такую погоду, как здесь. На градуснике утром сегодня, по-моему, плюс 10 или даже это плюс 11. То есть вообще шикарно. А в Оренбурге? А в Оренбурге у нас был, наверное, ну, да, где-то минус 1. Но мы уже и зиму увидели. На самом деле, в «Ёж короле» у нас было минус 7. Поэтому для нас это, конечно, опять же такая радость. Опять увидеть осень такую, как сказать, зеленую пахнущую. Ну, не зеленую, а уже желтая неделю, как на самом деле. В «Москве снегопад» у нас листопад начался, на самом деле, только. Ну, вот зря говорят, да, что сказки для детей пишутся. Не для детей не пишутся, так и сказки «Тысяча и одна ночь», я так понимаю, это уже такой, да, балет, рассчитанный на более взрослую аудиторию. Что увидим? Какая будет самое главное? Это «Восточная сказка» сама по себе, по классическому произведению. И вот я должен сразу подчеркнуть, что эту сказку мы в феврале будем показывать в Сирии на Днях культуры Донбасса в Сирийской республике, которая первая признала нашу республику. И тем более, как раз вот по этим гастролям, грубо говоря, прокатать такой спектакль, это для нас было очень важно, потому что там будет востребованный и изысканный зритель. Хотелось бы, чтобы красиво мы показали этот спектакль, не умаляя достоинства, что мы его красиво покажем здесь, в Астрахани. Ну так интересно, да, в Сирии при восточном честном народе, как говорится, показывать восточную сказку, это, наверное, дорогого стоит. Нет, ну я вам скажу, да, у них же такого оркестра, как у нас нет, а сегодняшняя бас, видите, сегодня вечером, все это вживую услышит. Тем более, такого талантливого композитора, как Фикарет Амиров, это у вас тоже не каждый день это можно услышать и увидеть. Ну, дорогого стоит. Я же говорю, еще раз повторюсь, что нам дико повезло. Ну, а самое главное, кому сказать спасибо, да, за очередную возможность увидеть вас на сцене? Знаете, это очень правильно поставили вопрос. Это прежде всего московская организация Росконцерт, которая взяла все расходы нашего коллектива на себя, включая переезды, питание, проживание, логистику, все выстраивает. Почему? Потому что театр с начала военных действий, с 18 февраля не работает на своей базе. И, конечно, для того, чтобы сцементированный коллектив был и сохранен костяк артистический, да, нам они отдельно выстраивают гастрольный график. Вот в марте месяце мы были в южных областях России, а вот сейчас переехали на Поволжье, и сюда, и тоже в Астрахань, на юг России. Но я вам хочу сказать, прежде всего, мы первый раз в этих краях, ну, помимо Астрахани, а то, что Нижний Новгород, Йошкар-Ола, мы никогда здесь не были. Для нас каждый город – это как альбом, в котором смотрели совершенно новые города, новую архитектуру, новые реки, которые в этих городах, которые диктуют ландшафтную застройку города, понимаете? Ведь мы в Донбассе привыкли все на Европу ездить, а мы не знали, что так красиво и велика Россия. Ну, а как вам самим в это непростое время удалось сохранить коллектив и продолжать выступать? А вот так вот и приходится сохранить. Вы знаете, театр у нас свыше 500 человек, штат, и мы в основном удержали коллектив. А тем более, когда в 2014 году во время переворота все случилось на Украине, театр ни одного дня не прекратил свою работу, находясь в пяти километрах от линии разграничения. Вы можете представить, это фронтовой театр напрямую. И не сорвал, ну, кроме одного спектакля, который был во время спектакля оперы, был прерван на пять минут и снова дальше пошел, потому что на бульваре Пушкина в Донецке прогремели взрывы колоссальные тогда. И все равно мы работаем. Это еще раз доказывает, что мужество, сплоченность творческих людей ради людей, которые порой и лишены духовности и культуры, а у нас очень многое позакрывалось в Донецке, а вот оперный театр работал все время, и драмтеатр работал все время. Вот это наша задача, это наша мягкая сила в этой борьбе с нашими недругами. Такая сила искусства. Все как у Твардовского, да, после боя сердце просит музыки вдвойне. Ну, вот еще про гастрольную жизнь давайте поговорим, может, не посредством с исполнителями «Тысяча одной ночи». Вот такие переезды, перелеты постоянные, да, сколько уже времени живете вы в таком напряженном графике, как это все удается сдержать себя в тонусе, как каждый вечер выходить на новую сцену и наступать практически каждый вечер? Учитывая смену поясов часовых, учитывая смену погоды, качели вот эти по температурному графику. Сказывается, да, да, сказывается, естественно. Но мы стараемся делать, может быть, чаще остановки автобусом выйти, размяться где-то, пройтись. Вот обязательно, может быть, какой-то массаж там несложный. Ну, опять же, ну, каждый день уроки у нас идут. То есть у нас идет балетный класс, разогрев, какая-то репетиция на сцене, то есть мы держим себя в тонусе. Ну, а иначе это, да, сложно, естественно, после автобуса или, может быть, поезда выступать. Чаще автобусом, поездом у нас четыре маршрута. Ну, вы понимаете, что, поездом легче, потому что парни могут лечь и ноги так, грубо говоря, вытянуть, чтобы они отдыхали. Потому что это самое главное у артиста балета, это прежде всего ноги. Бывало, да, даже делали балетный урок. В автобусе проходят, да? Да, 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 да. В вагоне тоже. В коридоре, да, очень удобно, кстати. В купейном вагоне, на самом деле, ну, да, романтично. Романтично, да, как минимум. А после расстроя как отдыхаете? Отходите от этой балетной жизни или это все равно регулярно? Несколько дней, да, а потом опять на урок, потому что, да, надо себя, так сказать, держать в форме. Ну, отдыхаешь, как удается отдохнуть после Астрахани, да? Ну, вы знаете, вот... Мы сейчас в Ульяновске, с Ульяновска в Самару, тогда уже поездом едем в Ростов, и там нас забирают автобусом, везут в Донецк. Ну, вы задали вопрос, как отдыхать. Ну, день-два могут отдохнуть, а артист балета, он, по идее, и в отпуск, и в любые дни должен посещать урок. Покой и в движении. У нас есть выражение «покой и в движении». Так что... Отпуск для нас – это катастрофа, это снова опять заново набирать форму. А вообще, когда вы станцуете 30 спектаклей подряд, вот тогда вы блистаете, понятен, на сцене, и делаете то, что хотите, со зрителями, с техникой танца. Ну, как Астраханский театр, опера и балет принял, как вам сцена, может быть, новая в этом году? Сцена здесь практически соответствует параметрам нашей сцены, это очень удобно в декорациях. Что было очень тяжело в декорациях, те, которые вот были в Саратове, понимаете? Там мы только на одной декорации, если в первом действии пять картин, а мы на одной картине делали все, ну, технически невозможно. А это здесь классический театр, построение соответствует всем канонам классического театра. Тут все соответствует. Нам приятно в таких театрах играть и выкладываться совершенно по-другому. Театр у вас же новый, да, его кастерировали, да, 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 то есть в двенадцатом, да, по-моему, его, может быть. Вы нас ставите в неудобное положение, он нам уже как родной, как будто всю жизнь здесь и был, и с ним родились. Не помню, в каком году, в честь не говоря. Отличный зал, гримерки, да, для артистов, то есть очень удобная и сцена мягкая, на ней удобно прыгать, вращаться. То есть все для артистов здесь сделано, поэтому, конечно, мы очень рады за астраханцев, что они имеют, как бы, возможность работать и выступать именно в этом. Красивый театр. Театр как жемчужина на луне природы стоит здесь. А еще такой холм, да, красивый вообще. Ну, мы рады, что вам нравится на самом деле. Монументальное здание. Может быть, сейчас идет работа над очередными, новыми, возможно, спектаклями? Значит, у нас сейчас готовится опера «Князь Игорь Бородина» в феврале выпуск, а там как раз очень участвуют хор, солисты и балет, ну, знаменитые половецкие пляски в этом спектакле. Так что мы на выходе, это первое. Второе, у нас в 23-м году, январь-февраль месяц, грант с московским балетом Дворца съездов, вот, и постановка «Война и мир», то есть совместно с этим балетом московским и нашим как раз выпускного такого спектакля, прежде всего. А так, в 23-м году, конечно, у нас очень много запланировано выездов в спектакли. Вот вчера получили информацию, проводится международный в 23-м году конкурс «Онегин» в Санкт-Петербурге, и Гергиев сказал, чтобы театр в Донецке обязательно был, плюс два солиста, и участвовали в этом конкурсе. Мы уже даже знаем, что мы туда повезем, ну, вот, приглашены. Помимо того, 80 лет Сталинградской битвы, мы в мае месяце будем в Волгограде с Волгоградским театром оперы и балета участвовать в торжествах. Помимо следующего, что у нас пригласила Уфа, Щепкинский фестиваль в сентябре месяце. Вот везде, вот такая, знаете, плеяда конкурсов, чтобы занять артистов, чтобы, не дай бог, где-то трупа, где-то надорвалась. Она должна быть, костяк ее сохранил. У вас слово такое до этого вырвалось, костяк сцементирован. Ну, конечно. А знаете, а знаете почему? Вот в связи с такими событиями рассыпаются очень многие трупы, театры. А мы знаем, имеем уже опыт такой, а оперный театр сохранил лицо. Помимо того, что надо подчеркнуть, что у нас 38 артистов и сотрудников технической службы было призвано на фронт. Мы будем в армии, не говорим, а на фронт. Один из них погиб, 19 мы колесовали, а еще 16 у нас до сих пор находятся на военных действиях. Вот мы стараемся их оттуда вытянуть, потому что воспитывать артиста и учить его, это очень сложно. Это процесс длительный, их надо всех сохранить. У вас в коллективе, да, насчитывается огромное количество людей. Как удается их так сплотить и объединять? Ну, штат театра 515, как обычно. Это нормальная, так сказать, творческая производство и театр такой. Если заложены были корифеевы театра основы и их традиционно поддерживать, то он и будет держаться, театр. А если будет на словах это, он перестанет существовать. Но вот наш оперный театр имеет очень большие традиции творческие, так что мы сохраняем, продолжаем их. Ну, вот артисты многие говорят, что на сцену каждый вечер, не каждый вечер, но тем не менее, каждый раз как на праздник. А вот для артистов вашего театра это праздник, каждый раз выступать на сцене, или это уже давно, в принципе, стало просто работать? Я так думаю, что Рома и Вадим Яковлевич ответят на это. Это как в первый раз. Всегда как. Всегда. Еще и новая сцена, другой город, естественно. Больше волнения. Да, волнение. Не знаешь, какой еще будет зритель, как тебя воспримет на сцене. Ну, в 2018 году как принимать? Отлично. Шикарно. Но еще надо сказать, вы говорите, вот как первый раз. Если же артист, выходя на сцену и за кулисами, и не боится выходить на сцену, он уже может быть не артистом. Самый нормальный артист всегда волнуется перед выходом на сцену. Кстати, об этом сказал знаменитый Щепкин. Я как школьник волнуюсь, выходя на сцену. А это калифеи народные артисты были. Так что вот это. Должно быть, да. Об этом можно говорить много. Я был, когда на конкурсе участвовал, одна балерина выбежала на сцену. Раз и убежала. Опять выбежала. Опять убежала. Говорит, забыла, какую вариацию я танцую от волнения. У нас здесь в студии тоже были народные артисты. Один из них, Андрей Скалов, артист театра кино, сказал, что не с волнением надо выходить, а с куражом, сражем каким-то. Ну, это элемент, может быть, киноактера, кстати. Я понимаю, он в оводе снимался. Я вам расскажу пример, вот сидящий здесь. Вот Вадим Яковлевич. Ну, для меня он Вадим. Он со сломанной рукой в Америке завоевал гран-при. А почему он сказал, надо за Россию бороться и доказывать, что ты с Россией. Вышел и победил. Вот это советские сутки. Ну, поломал руку во время республики. И вышел с гипцем, и станцевал, и получил гран-при. Я снял, и станцевал без гипцем, через неделю снял. Так что. Это неудобно, это бледно. Через боль, через волнение. Через терник звездам. У вас таких случаев не было еще? Нет, не было. Таких не было. А какие были? Что интересно? Были травмы прямо к середине спектакля. Бывало такое, и меняешь что-то прямо по ходу. Но это, конечно, сложная и болезненная вещь. Ну, а как иначе? Ты уже вышел на сцену, зритель ждет, и ты должен что-то делать. Ну, тьфу-тьфу, как говорится, на самом деле. Но вот интересный такой момент. Если это гастроли, да, то есть трупы ездят, ну, не в полном, наверное, составе, правильно? Ну, правда. Невозможно же заменить, допустим, актера, если что-то случилось, артиста балета, тем более с главных ролей. Как это там? Нет, у нас 2-3 состава. 2-3 состава. 1-3 состава. 1-3 состава. 1-3 состава. Да, так нельзя выезжать с одним составом. Ну, а как вы сами будете с волной? Волнуюсь. Никак, волнуюсь, да, постоянно. Ну, говорят, и не надо бороться, говорят с волной. Да, да, да. Каждый раз на сцену выходишь, волнуешься, но оно потом как-то пропадает, то есть во время действия. А так, да, первый выход на сцену, он самый такой, волнительный. Страшно иногда бывает, ну, что делать, такая у нас профессия. Ну, и пользуясь случаем, давайте еще раз пригласим астраханцев на прекрасной вашей постановке. Итак, сегодня вечером у нас в Астраханского театра опера балета. Балет. Малыш. Карсон. Да, 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 у нас, кстати, малыш у нас утром будет, да? Докольно через два часа. Дневной, да. А вечером, да, балет «Тысяча и одна ночь». Фикрета Амирова, приходите. Очень яркий, красочный спектакль. Я благодарю вас, будем рады видеть вас еще у нас в Астрахани с гастролями, с новыми постановками, ну и, конечно, в нашей студии. Всего вам доброго, отличного поступления. Спасибо, и вам фурчиц, Бал.